В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Еще 25 горожан выздоровели. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? 8 суток для строительства дома. В администрации вручили сертификат на аренду земли с семьей с ребенком-инвалидом. В Сарове появится улица имени Героя Советского Союза полковника Сабира Охтябова. Далее расскажем обо всем подробно. В России зафиксированы 5840 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с апреля. Общее число инфицированных в стране достигло 783 тысяч. Выздоровели более 562 тысяч россиян. 12 580 пациентов скончались. У 208 тысяч инфицированных заболевание находится в активной стадии. С начала пандемии в России врачи провели уже больше 25 миллионов тестов на коронавирус. Между тем, врачи Сеченовского университета отправили домой вторую группу испытателей вакцины от коронавируса. Сообщается, что все пациенты получили две дозы препарата и перенесли вакцинацию хорошо. Специалисты Российского фонда прямых исследований заявили о том, что в 2021 году будет произведено более 3 миллиардов доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что позволит миру эффективно бороться с коронавирусом. Массовое производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе. 74% нижегородцев от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, уже здоровы. За последние сутки выписано еще 295 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 3800 человек переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно. Всего на коронавирус было протестировано более 520 тысяч жителей региона. На протяжении почти всей пандемии коронавируса Нижегородская область находится на четвертом месте по общему числу заболеваний. Однако сейчас статистика говорит о том, что пик заболеваемости, который пришелся на начало июня, пройден. За последние дни число заболевших сохраняется на уровне 200 человек. За сутки в Сарове зафиксировано только 6 случаев заражения COVID-19. Между тем выздоровели еще 25 горожан. Всего с начала пандемии в нашем городе зарегистрировано 841 случаи заражения коронавирусом. Справились с болезнью 494 человека. Умерли двое. 49 саровчан госпитализированы в клинике Сарова и Нижнего Новгорода. Из них 4 человека находятся в тяжелом состоянии. На карантине под наблюдением медиков остается 192 человека. Для выявления коронавируса было проведено 347 тестов. В некоторых детсадовских группах Сарова действует карантин. Между тем более 20 муниципалитетов Нижегородской области сняли ограничения по работе детских садов. Из 1000 дошкольных учреждений 247 функционируют в режиме свободного посещения детей. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы обратились к саровчанам с вопросом. Как вы считаете, можно открывать детские сады для свободного посещения или нет? 70% участников опроса считают, что уже пора перевести саровские садики на обычный график. Продление ограничительных мер на посещение детсадов считают правильным 20% саровчан. Пять дней на межевание земельного участка и несколько лет на строительство. Семья Мелиных, воспитывающих ребенка и инвалидов, выделили участок для строительства жилья на улице Садовой. Договор аренды подписали в городской администрации. По завершении строительства землю оформят собственность. Сергей Амелин – отец двух сыновей и младший, с детства имеет инвалидность. По 88-му закону Нижегородской области семья получила в аренду земельный участок площадью 778 квадратных метров на улице Садовой. На нем в течение 10 лет Амелиной должны построить дом. Участок после освоения территории перейдет в собственность семьи. У нас это самое, 42,9 квадратных метров, у нас как бы не хватает на четверых жилплощади, поэтому нас поставили на очередь. И сын должен подъехать, он у меня в Санкт-Петербурге. И будем уже планировать проект, будем обращаться к городской администрации, чтобы с проектами как-то помогли. В очереди на земельный участок Амелины стояли с декабря 2017 года. Помощь от администрации стала приятной неожиданностью. Появился участок у нас в городе, очень проблематично с участками. И как-то проезжая мимо, комитет увидел, что стоит небольшой участок. При помощи и поддержке УКСа мы этот участок поставили на кадастровый учет и распределили в очередь. Вместе с Амелинами на землю претендовала еще одна семья, которая получила субсидию по другой программе. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Пострадавшие от последствий пандемии коронавируса предприниматели, а также пенсионеры смогут получить отсрочку платежей по задолженностям. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Однократные внесудебные рассрочки в пределах 15 миллионов рублей сроком до года смогут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса. Речь идет о взыскании долгов по налогам и сборам, страховым взносам и кредитным договорам. Кроме того, рассрочкой смогут воспользоваться пенсионеры, получающие пенсию в размере менее двух мрот и не имеющие других источников дохода. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Горячую воду в Сарове отключат в понедельник 3 августа. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, в этом году профилактические работы займут полторы недели. По плану горячее водоснабжение восстановят 12 августа. Если специалисты окончат выполнение профилактических работ раньше срока, об этом сообщат дополнительно. Выставка «Адмирал Ушаков» из коллекции Саровского музея военно-морской славы будет представлять наш город и ядерный центр на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Он пройдет в день военно-морского флота 26 июля. Экспозиция «Саровчан» будет расположена на территории главного морского Никольского патриаршего собора в Кронштадте. Напомним, городской музей военно-морской славы принимает участие в петербургских торжествах по случаю Дня ВМФ уже четвертый год. За это время выставку, посвященную памяти прославленного адмирала Федора Ушакова, посетили более 60 тысяч человек. Департамент городского хозяйства обращается к владельцу автомобиля «Опель», расположенного на дороге к часовне Георгия Победоносца с настоятельной просьбой убрать машину до 8 августа. В противном случае автомобиль будет эвакуирован на платную автостоянку, а затем утилизирован. Более подробные информации можно получить по телефону 97729. Телефонные звонки с просьбами помочь попавшему в беду сыну. Электронные письма с извещением о получении наследства от дальних родственников Нигерии. Сообщения с лжесайтов с вирусными ссылками. И это не все схемы, по которым действуют мошенники, чтобы списать со счетов саровчан деньги. О том, как не стать жертвой преступников и уберечь гаджеты от злома, расскажем далее. Узнать пароли от личных кабинетов банков и списать деньги со счетов достаточно просто, и пытать человека для этого не нужно. Достаточно убедить его остановить вирусные приложения, с помощью которого преступники узнают всю нужную информацию. Вредоносную ссылку они направляют на электронную почту, замаскировав под рассылку, например, от магазина. Просто так вот нажать, перейти по ссылке, это уже, наверное, не уровень 21 века. Если вы интернет-пользователь, вы должны понимать, куда вы нажимаете, что вы хотите найти в интернете. Это вас бережет как раз от кражи ваших личных данных. Защитит от взлома личного кабинета пароль, который преступникам будет сложно подобрать. Так что, придумывая в очередной раз оригинальное сочетание букв и цифр, подойдите к этому процессу творчески, а не вбивайте фамилию или дату рождения. Еще одна защита от похищения информации – это установка антивирусных программ. Не стоит экономить на антивирусе, потому что вы в первую очередь экономите на своей безопасности. Это в наш век очень важно, так как всем сейчас нужны ваши личные данные, всем сейчас нужно смотреть, всем интересно, куда вы переходите, что вы смотрите. Все эти данные используются на то, чтобы вам быстрее продать свои продукты, все эти данные используются для рекламодателей. 100 человек обзвонили, одного уговорили перевести свои сбережения на счет неизвестных лиц. Примерно так выглядит еще одна схема мошенников по отъему денег. И люди продолжают на нее вестись, так как во время разговора преступники апеллируют к конфиденциальной информации. В 99% случаев это мошенники, которые получили эти данные таким же преступным путем. К тому же сотрудники кредитных организаций никогда не просят сообщать пароли. Если вам предлагают отменить какую-то операцию, говорят, что у вас какие-то проблемы со счетом и так далее, не надо продолжать больше никакие разговоры, положите трубку и перезвоните либо на номер телефона, который находится на обратной стороне карты, либо придите в ближайшее отделение Сбербанка или любого другого банка. Затянувшийся разговор с преступниками стоил одному мужчине почти миллиона рублей. Мошенники убедили его оформить кредит, а потом все деньги перевести на счета неизвестных лиц. Полную запись интервью начальника полиции Андрея Чернышева по самым распространенным схемам мошенничества смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров24, а также на канале в Ютьюбе. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Он воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1945-м получил звание Героя Советского Союза. После победы Сабир Ахтемов продолжил службу в армии. С 1952 по 1972 год был командиром войсковой части 3409 Сарове, где занимался организацией службы по обеспечению безопасности и сохранности особо важных государственных объектов. Весной этого года на заседании Думы было принято решение увековечить память об этом человеке и назвать его именем одной из улиц города. Медаль «Золотая звезда», «Орден Ленина», «Ордена Красного Знамени» и «Красной звезды» – лишь немногие награды, которые получил Герой Советского Союза Сабир Ахтемов. Это звание ему присвоили за образцовое выполнение боевых заданий в годы Великой Отечественной войны. Для Саровской дивизии личность Сабира Ахтемовича имеет особое значение. С марта 1952 по июнь 1972 года он был командиром войсковой части 3409. Я прибыл в эту часть в 1974 году начальником штаба. И многие офицеры, которые проходили службу с ним, очень хорошо отзывались с его порядочностью, отзывчивостью, желанием помочь всем, и особенно офицерскому составу. Большая благодарность Сабиру Ахтемову Сабиру Ахтемовичу за то, что он в течение 20 лет и более службы вложил большой-большой вклад в наше соединение. Сабир Ахтемович приезжал в город в 2007 году на празднование 60-летия Саровской дивизии. Герой Советского Союза совместно с другими ветеранами посадил Яблоневый сад. В 2015 году на здании штаба части, которую он командовал, установили мемориальную доску. В комнате боевой славы войсковой части 32-74 Сабиру Ахтемову посвящен отдельный уголок. В витрине указаны, расположены документы, рассказывающие о его жизни. Находится его служебная карточка. И там же мы расположили фотографии, которые были сделаны в этот день. Сабир Ахтемов принял участие в посадке фруктового сада, который в настоящее время располагается возле здания гарнизонного клуба и возле здания штаба войсковой части. Зинаида Михайловна прослужила в Саровской дивизии 30 лет. Из них 20 – Сабиром Ахтемовичем. Оба прибыли в наш город в тот момент, когда ученые разработали первую атомную бомбу. Военнослужащие находились в спецкомендатурах, которые охраняли особо важные объекты. Героя Советского Союза называли Сашкой. Зинаида Михайловна с теплом и уважением вспоминает о выдающемся командире. Его часть была отличной частью в Советском Союзе. В СССР. Отлично. И все его солдаты такие были подтянутые, прически, как у командира. Вот когда приходили на прием, они приходили, санитарная часть, приходили на прием его солдаты с такой книгой. Вот я спрашиваю, а кто у вас командир? Ну я знаю, кто и что, а кто командир. Он сразу забывает про свою болезнь, встает по стойке смирно. Командир, герой Советского Союза, Ахтемович, Сабир Ахтемович. Зинаида Михайловна с 2005 года поднимала вопрос о присвоении имени Сабира Ахтемова одной из улиц нашего города. И очень рада, что ее мечта сбылась. По словам ветерана, это поможет увековечить и пронести сквозь года память о герое Советского Союза. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Один велосипедист попал под колеса автомобиля, двое сбили пешеходов. Таков итог еще не оконченного летнего сезона. В очередной раз сотрудники ГИБДД вышли на улицы города, чтобы напомнить саровчанам о безопасности на дорогах. Такие систематические мероприятия повышают дисциплину как велосипедистов, так и других участников дорожного движения. Ведь эта акция направлена не только для того, чтобы выявить нарушения среди велосипедистов, но и привить чувство уважения водителей автомобилей к велосипедистам, дабы, скажем так, избежать дорожного происшествия, в том числе и по их вине. За время акции сотрудники правопорядка успели оформить несколько протоколов и раздать больше 50 листовок, на которых написаны правила езды на велосипеде. Хорошо, что следят за безопасностью люди. В конце недели сотрудники ГИБДД проведут акцию «Водитель тебя ждет дома». Автомобилистам напомнят, что за рулем пьяным ездить опасно. Ирина Вашегоруцова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для Вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего Вам доброго и хороших Вам новостей.